Каремат, коврик, чтобы поселить его на землю, чтобы не застыл, чтобы земля не тянула. Спальный мешок, само собой, конечно. Десять дней в палатках, без сотовой связи, интернета и других благ цивилизации. Но участников движения «Держава» этим не напугаешь. 150 молодых активистов из Краснодарского края, Крыма и Адыгеи в окрестностях Горячего Ключа разбили полевой лагерь. Все ради того, чтобы поближе узнать историю малой родины и научиться жить в дикой природе, рассказывают ребята Вениамину Кондратьеву. Главе региона показывают, как обустроили быт и делятся впечатлениями. Первым уроком стала работа в команде. Сейчас в поход пойдем. Все мероприятия, которые здесь проводились, у нас там квесты разные. Это очень важно в походе оказалось. Мы вчера ходили в пробные на фоногоритские пещеры. Самое главное, что вы здесь приобретете, это дружбу. И главное, чтобы вы эту дружбу не растеряли потом, когда уже пройдет ваша смена, и вы опять вернетесь в свои дома. Очень важно, чтобы вы сохранили отношения друг с другом. В конечном счете это будет команда вашей жизни. Вот в это время, только сейчас, когда вы еще без должностей, без званий, это настоящая команда. Эта команда никогда в жизни не подведет. В распорядке дня мастер-классы, дискуссионные клубы и практические занятия. Здесь учатся преодолевать реки и покорять горы. Но еще больше внимания урокам патриотизма. Такой опыт был бы полезен не только молодежи, но и некоторым чиновникам, предлагают идеи губернатора участники форума. Как вы оцените перспективу создания, ну скажем так, нечто подобного, вроде курсов повышения квалификации. Да, у нас здесь же и образовательные лекции проходят. Для некоторых, возможно, категорий чиновников, узких, молодых, чтобы повышать патриотизм к своему краю. Личность сформируется всю жизнь. Но основа, основа формирования, основа личности, она закладывается именно в вашем возрасте. Поздно чиновника загонять сюда уже в 45 лет, даже в 30. Когда он уже сформированный, но он может сформироваться. Но уже фундамент чуть-чуть не такой. Все надо делать вовремя. Знаете, чиновник, который не отвечает духу сегодняшнего дня, то есть тому, что необходимо понимание, что народ должен жить достойно, должен иметь зарплату, должен иметь освещение, тротуары, школы, детсады, он не подлежит перевоспитанию. Его просто нужно не допустить к этому чиновничему кресту. Не важно, чтобы сегодня у вас эта основа личности уже была заложена в правильной. Когда вы будете строить дом на этом фундаменте, всю свою жизнь, то есть он уже будет правильным. Место для проведения патриотической смены было выбрано не случайно. Это тропы войны. Во время Великой Отечественной горячий ключ был в оккупации. О подвигах советских солдат в лагере говорят много и даже реконструируют события тех лет. Но вспоминать о героях страшной войны важно не только во время акций, сошлись во мнении собравшиеся. И здесь проводилась очень хорошая лекция на военную тематику с реальным оружием боевым, с снарядами, с полным погружением. У меня такой вопрос. Возможно ли внедрение в общую образовательную программу средних школ подобных факультативов? В каждом районе, в районном центре должны быть образованы музеи. Следующий этап, то есть музеи в школах, маршруты памяти, мы сейчас их прокладываем, вот о чем я и говорю. А дальше все, что сегодня добывают поисковики, надо их делать к смазанию музеев, больших районных музеев, классных школьных музеев. На самом деле на постоянной основе делать там уроки. То есть тогда на самом деле мы не будем говорить о возрождении патриотизма. Мы просто будем готовить то поколение, которое осознанно понимает цену победы, цену сегодняшнему дню. И поверьте, и только тогда, только тогда никто никогда в жизни не сможет переписать нам нашу историю. И никто никогда не усомнится в том, что именно Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. В смене есть и те, кто попал в непростую ситуацию, кого принято называть трудными подростками. Для них этот лагерь стал шансом изменить свою жизнь. Ведь преодолевать сложности ребята учатся на земле, где велись ожесточенные бои. Именно это и закладывает внутренний стержень, читает Вениамин Кондратьев. Возвращайтесь в своей памяти к тому, что здесь было. Поверьте, вы чуть-чуть в жизни сами себя скорректируете. Вы поймете, что какой ценой сегодня досталось это чистое небо. Цена слишком велика. Вот за нашу сегодняшнюю жизнь, за нашу сегодняшнюю свободу, независимость. Вы сегодня стоите на тропе победы, на тропе боевой славы. Соотносите себя, свое поведение, образ жизни с той ценой, которую отдали за ваше поведение и образ жизни. Тогда перевернете и собственную жизнь, и собственное мировоззрение. Вы на самом деле великие потомки, великих победителей. Ребята, вы это осознаете. Поэтому живите достойно. Губернатор заверил, проект «Малая Родина» – основа державы в дальнейшем обязательно получит поддержку. Его необходимо развивать. И особое место должна занять поисковая работа, чтобы, прикоснувшись к истории, через найденные вещи и оружие, из поколения в поколение передавали заветное «Никто не забыт и ничто не забыто». Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Горячий ключ.